Сократить звенья в цепочке поле потребитель призваны ярмарки сельхозпродукции «Дары осени». Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашия обсуждали ситуацию с полевыми работами и сроки, в которые урожай доходит до потребителей. По данным, на 6 сентября в России убрано 67% посевных площадей. В Чувашии более 97-12 районов уже завершили полевые работы. В Алатарском, Цивильском и Чебоксарском они подходят к концу. Продолжается уборка картофеля. Наибольшая урожайность старого хлеба в Урмарском, Марпасадском и Чебоксарском районах. Большие коррективы в работы вносит погода. Только за прошлую неделю выпало 120% месячной нормы. Тем не менее, многие хозяйства уже приступили к севу озимых. В Яльчикском районе полностью завершили уже и посевные работы. В городах и районах республики на 38 площадках открылись ярмарки по продаже сельхозпродукции. К примеру, участие производителей из 10 районов республики. Это Аликский, Батарский, Вурнарский, Ибресский, Козловский, Красноармейский, Маргаушский, Ядровский, Яльческий, Янцех и районы. К сожалению, недостаточно были представлены сельхозпродукции производителей, в том числе крупными фермерскими хозяйствами. Конечно, здесь, может быть, сказалось то, что полевые работы, погодные условия были неплохие в эти дни. И поэтому занимались уборкой урожая, в том числе картофель, овощей. Основной продукт для горожан – картофель. Торговые места товаропроизводителям представлены бесплатно. Как отмечают организаторы, в этом году ярмарочные цены на сельхозпродукцию на 40% ниже, чем в магазинах. Пенсионерам и льготникам обещают доставку запасов до дома. Вчера было не три единицы техники, вчера работало шесть единиц техники. В следующие выходные мы организуем, что на каждом рынке будет не менее двух единиц. Будет необходимость, вручную в режиме отрегулируем, выставим еще. И делаем упор сейчас на организацию торговли во дворах. Наладьте систему. Система должна работать. Подключайте волонтеров, волонтерские движения в городе, где оно было. Восстановите все это дело. Есть депутаты по своим округам. Вот здесь чуткое внимание к своим жителям у городских властей должно быть. У вас есть муниципальные предприятия, учреждения. Попросите их. От этого они не обеднеют. И сделайте соответствующее благо. Обсудили министры прошедшую летнюю оздоровительную кампанию. В 25 загородных лагерях отдохнули почти 90 тысяч детей. В этом году заработало три новых загородных оздоровительных учреждения. Кроме этого, отдых организовывался и в лагерях других форм собственности. И в целом, если говорить о уменьшении количества детей школьного возраста почти на 6 тысяч человек, то во всех лагерях увеличилось количество детей, которые прошли оздоровление. Это и загородные стационарные лагеря, пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря. И также лагеря на базе учреждения социального обслуживания. Негативные моменты тоже затронули. Управлением Роспотребнадзора выписано более 450 постановлений о нарушениях. Уплачены штрафы почти на 1 миллион рублей. Некоторые лагеря открылись без разрешений. Но после того, как были исправлены все недоделки, они вновь приняли отдыхающих. Не обошлось в этом году без скандалов. На всю страну стал известен лагерь «Золотой колос», в котором вожатые издевались над своими подопечными. Голова Чуваши поручил всем заинтересованным ведомствам в следующем году организовать подготовительную работу так, чтобы ситуация не повторилась. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.